Привет! Немножко поделюсь с вами своими эмоциями. Только что приехала Маша, она сейчас моет посуду, мы с ней кушали. Они вчера поехали с ребятами в аквапарк, кто смотрел прошлое мое видео, тот знает, с Лизой, с Артёмом и ещё с двумя друзьями. Были там долго, очень устали, и Маша мне перезвонила часов в 10 и сказала, что они, наверное, останутся у ребят дома, потому что ехать домой уже очень уставшими они не хотят. Остаются все вместе ночевать там. И вот вы меня все спрашиваете, почему у меня с Машей такие отношения, как добиться того, чтобы с родителями были такие же отношения, как у нас с Машей. В принципе, ничего сложного. Рассказывайте своим родителям больше о себе. Когда родители знают, где вы, с кем вы, когда вы, и как можно больше о вас информации, они вам больше доверяют. Если бы я не знала, где Маша и с кем, я бы, конечно же, была против, чтобы она там оставалась. Так как я знала, куда она поехала. Я знаю, что я в любой момент могу ей позвонить по телефону, и она возьмёт трубку. Я имею телефон её друзей. Это не секрет. Конечно, когда она мне звонит и предупреждает, я буду там-то, там-то. У меня нет оснований беспокоиться и не доверять ей. Да, я знаю, что они могут там выпить даже. Я знаю, что они там могут лечь, спать в 4 утра, потому что гуляют. Но я также знаю, что если что-то пойдёт не так, она всегда мне позвонит и спросит или скажет. Она со мной советуется. И всё это благодаря тому, что мы друг с другом разговариваем. Она рассказывает мне, я рассказываю ей. И если вы хотите отношения хорошие со своими родителями, просто больше им рассказывайте о себе. Не бойтесь, что вас будут ругать, либо наказывать. Вас поймут. Если у вас есть проблема, говорите об этом. Родители самые близкие, они могут, конечно, поругать. Всё равно каждый родитель в итоге успокоится и даст нужную информацию, поможет, подскажет, поддержит. А если вы родитель, то всегда разговаривайте со своими детьми, задавайте им вопросы и никогда не ругайте ни в чём, поддерживайте. Если ребёнок поступил не так, это не от того, что он специально так сделал, назло кому-то, а это от того, что у него мало опыта, он не знает. И вы можете поделиться своим опытом, не навязывая его. Вы просто можете рассказать два варианта развития событий. И после этого любой человек выберет тот вариант, который лучше будет для него. Скорее всего, выберет правильный вариант. Кукусики. Привет. Я сказала, что ты уже пришла и моешь посуду. Я уже помыла. Молодец. Что вчера? Пили, скажи честно? Ну, такое чуть-чуть. Нет, на самом деле, не много. Мы пришли уставшие после аквапарка. Такое мы больше сидели, общались, разговаривали. Про YouTube много разговаривали. Ну, короче, такое. Такое выпили чуть-чуть. И легли спать. Ну, правда, легли поздно. Рано уже, точнее. Где-то в 4 или в 5 утра только поукладывались. Но мы все это время сидели. Не выспались? Ага. Да. Проснулись люди пораньше, чтобы просто сесть в машину, поехать по домам. И дома еще отдохнуть. То я сейчас, наверное, тоже посплю. Участник 2. А вечером опять идем. Что, смотришь квартиры? Это Дима поскидывал. А ты ему сказала, что мы передумали? Нет, еще. А что? Потому что я хочу все-таки посмотреть. Еще позавчера я не видела сообщения. Он сейчас написал, типа, ты посмотрела. Поэтому я зашла, сейчас вот смотрю. Надо ему ответить. А ты его сориентируй. Ты его сориентируй именно здесь, на Дарнице. Дарница Черниговская. Да, мы с ним это обсуждали. Но тут есть и варианты. И в центре тоже есть. И это. Ну, я вот сейчас просто проглянусь. Потом, на самом деле, есть такие симпатичные. Я не хочу и уезжать, я не хочу. А что? Да, это понятно. Я тоже и хочу, чтобы ты уехала, и не хочу. Там кто-то спрашивал в комментариях. Маша, а как вы ищете квартиры? Через риэлтора. Риэлтору дается задание. Хотим такую-то квартиру. Примерно в таком диапазоне цен. И в таком-то районе. Ну, то есть условия. Говорите, сколько комнат. И он вам начинает скидывать ссылки. Вы смотрите, выбираете. И потом, когда находишь то, что тебе нравится, договариваться с хозяинами квартир. И объезжаем, все смотрим. Если устраивает, оставляем залог. Договариваемся, с какого числа заезжаем. Ну, мы пока решили, что Маша будет тут. Ну, Маша не хочет переезжать. Посмотрела цены на другие квартиры. И районы, в которых эти цены. У нас очень классно. И по цене, и по району. Тем более, Маша останется. Да, кстати. Когда будем делить имущество? Кому машина? Кому что? Вообще, не только машина. Ой, не знаю. Там много всего. Я тоже про это задумывалась. Не знаю. Не, машина уже и так понятно кому. Машина со мной поедет. Машина моя. Я бы очень хотела, чтобы у нас было две машины. Но пока вторую я купить не могу. Да. А машина мне нужна, потому что я без машины точно не смогу. А Маша уже почувствовала вкус, что такое машина. Еще год назад или даже меньше ты была без машины. Жила себе нормально, как все. А теперь, конечно, ей очень тяжело. Представить, что она будет без машины. Да. Но она уже собирает деньги, откладывает, занимается этим вопросом. Так что я думаю, что ты купишь себе скоро машину. Ну, не прям скоро, скоро, но купишь. Вот. А там у нас эти все соковыжималки, кухонные комбайны, утюги, фены. Понимаешь, сколько всего нам надо определиться? Что мы купим новое, а что заберу я? И как это вообще? Начинай думать уже, что тебе действительно надо, а что не очень. Хорошо. А потом снимем видео о разделе имущества накануне моего отъезда. Пишите в ваши комментарии. Они сейчас все напишут, оставим машину Маши. Конечно, пишите, пишите. Мне так нужна машина. Не-не-не, Маша. Точно не. Мне тоже нужна машина. Я к ней дольше привыкала, чем ты. И она моя. Я ее купила. Поэтому. Классно, конечно, когда родители дарят машины детям, но я еще не такой родитель. Они же дарят не свою машину, а еще одну. Ну, вот. Если бы мне было возможно сейчас еще одну купить и Маше подарить, я бы это сделала. Но реально такой возможности нет. Я вам потом вообще... Я вам столько всего расскажу. Вы будете... Представляешь, если я все расскажу? Что? Ну, по поводу Черкасс. Дальше. Все, что там будет происходить дальше. Ну, да. Ну, все. Всему свое время. Все узнаете. Маша легла поспать. Она очень хочет спать. Сегодня именно 6 часов на Атлас. И она... Ой. Задом наперед. Надела комбинезон. И она решила лечь поспать пару часиков. И правильно. Если вы устали, а вам куда-то нужно идти, ляжьте и поспите. Или лягте. Вот. А я уже собралась. Еду сейчас к подруге. К Вике. Помогу ей походить по магазинам. Выбрать ей платье. У нее брат. А брат родной женится. Встречался долго уже с девушкой. Несколько лет. И решили они пожениться. И Викуся ищет платье. Говорит. Пошли со мной. Поможешь. Я, конечно, пойду. С удовольствием. У нас в несколько дней уже холодно. Так долго. Уже так хочется теплее, чтобы было. Так. Телефон взяла. О, бэнк. Заряженный. Один. 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 Один точка. Так что одеваю кофточку. Кроссовочки. Хотела одеть босонушки. Не подходят босонушки. Поэтому буду в кроссовках. Все. Я оделась. Забыла воду. Здрасте. Чьи лапы? Надо влог еще выставить сейчас. Два часа. Вот вчера, когда вам пришло уведомление о том, что вышел на канале вы, Виктория, новое видео, знайте. Тогда я сидела здесь и делала вот это. Раз. Доступ. Открытый. Сохранить. Та-дан. Вот это видео вышло отсюда. Я уже приехала к Икуле. Я ей звоню. Она берет трубку. Ты уже приехала? Вовремя? Вылетаю. Она знает, что я всегда опаздываю? Она такая же самая. Вот. Единственная у меня подруга, которая точно так же опаздывает, как и я. Вот нам с ней жилось вместе. Ну да, мы плотно дружили, пока семьями не обзавелись. Только она меня понимала. По каждую Вику, которая тоже опаздывает, читаю ваши комментарии. Спасибо, что пишете комментарии. Мне очень приятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Пишите больше комментариев. Мне интересно, что вы думаете. Всегда их читаю и лайкаю. Да, кстати, сегодня выйдет видео про похудение, которое вы так давно у меня просили. Сегодня в 2 часа дня. Смотрите на канале. Я предупрежу, когда это будет. Я тебе обещаю. Слово даю. Хорошо. Это можно бесконечно смотреть. Смотрю, как мой Витя ложили в руку. Улитка. 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 Да нет, у меня улитки. Улитка у меня. Привет. Ты посмотри на нее. Тоже снимаешь видео, что ли? Да. Я решилась. Пока Алисы Анатольевны нету, надо снимать. Привет. Привет. Пользуюсь случаем. Алиса Анатольевна, это ее дочка. Это у нее канал. Сколько ей лет? Скажи для моих новых подписчиков. Пять. Пять лет. У нее есть братик, он младше. Ему три. Сколько ему лет? Лев три года. Вот такая у тебя подруга. Вижу, забывает, сколько лет детям. Я свои забываю, сколько лет. А мне помнишь, сколько? Тебе? Нет. Скоро. Ну, отлично. Значит, 18. А сколько тебе лет? Ты на сколько младше меня? Не знаю. А мне сколько? Знает, на сколько старше. Наверное, два года. На разницу. Два года? Ага. Да, вот по-моему. Ты не ошибаешься. Так, для новых подписчиков. Это Вика. Моя лучшая подруга. Да. Я как раз недавно в Вологе рассказывала тебе, что мы ездили на море с близняшками, тогда Витой и Викой. И как мы четвером, четыре Вики, можно сказать, одна из них была Вита, ну, это такое. Две одинаковые, а две очень похожи. Правда, мы похожи? Ну, сейчас мы, конечно, уже не так, может, и похожи, а может, и так, не знаю, ну, ближе ко мне. Похожи? Вдалека, мне очень кажется, нас всегда путали, ты помнишь? Да, да, нас путали. Одинаковый рост, одинаковые фигуры, белые волосы, у меня было побольше волос. Сейчас Вика как-то умудрилась сохранить волосы, а у меня не получилось. Попробую родить. Благодаря родам они у меня удлинились максимально на сантиметров 30 точно. У меня был обратный эффект, не знаю, я второй раз боюсь из-за этого. Привет, это платье? Это мы обговариваем детям шьем платье, Алиса шьет во Франции его, и мы обговариваем модель, все в онлайн-режиме. Нифига себе. Прямо надо Вика было. Мне показывают направо. Не сильно длинные рюши по сравнению с платьем. Платье, ну, в смысле, шире. Для меня всегда есть что? Самое лучшее место на парковке. Главное вовремя сказать. Оп-па. Я чуть-чуть еще хочу вперед. Оп, все. Мы с тобой обе, я рассказывала своим зрителям, что мы с тобой обе опаздываем, это наша проблема по жизни. Фишка. Да, фишка. Ну, пусть это будет фишка. И я лично, мне кажется, ты тоже все время забываешь что-то дома, когда выхожу и возвращаюсь. Есть такое? Есть, такое бывает. Забыла, вернулась. Всегда, каждый раз. Нифига себе тут примерочные, смотрите. Вика уже пошла мерить, сейчас мы посмотрим, что она там выбрала, два платья выбрала себе. Слушай, я думала, она будет по-другому, не, мне не очень нравится. Как-то, да. Сильно сдавливаем. Угу. Угу. Ну, резинки тоже нечего. Оп. Превращается. Да-да. Вот этот цвет вообще супер. Но, мы думали, там юбка внизу, а там шорты оказались. Ну, вообще прикольный. Конечно, не знаю, как насчет свадьбы, но вообще классный тебе в нем. Мне тут, ну, приятнее. Да, да. Все на стаге, все на прикол, свободно. Ты в этом такая, как ты, есть. Очень прикольный, мне нравится костюм. Баталан, не снимай резиночку, баталанточкой, ну, баталанточкой. Идешь, сын, красиво. Угу. А ну, пройдись по коридорчику туда. Очень классно, слушай, вообще супер. Да, мне нравится. Слушай, ты же говоришь, что там на этом, на берегу у вас где-то... Может, ты подойдешь, да? Скинь фотку Толику, мужу. Сфоткай себя и скинь ему, что он скажет. Давай даже кусочек видео, может, ему скинем. Не знаю, как вам. Мне очень нравится этот наряд. Свадьба будет проходить где-то на берегу. Называется... Маяк. Это ресторан, или это же? Ресторан Маяк. Ресторан Маяк. То есть такое, как бы, все-таки в стиле можно одеть. Не совсем платье, а оно такое, видите, шорты. И будет удобно и с детьми. Тебе побежала, наклонилась, взяла, что-то помочь. И потанцевать, и сидит классно. И немножко открыто. Да. Два в одном, это три. Четыре в одном. Вообще круто. Сейчас сняли кусочек видео для мужа. Майкинова. Сейчас она ему отправит. Посмотрим, что он скажет. Ну, и мы еще пойдем по другим магазинам, конечно, посмотрим. Потому что это такой первый магазин, куда мы зашли, и сразу два платья взяла. Разделать, жарко. А внатомная для ручки не должна быть. Ну, может быть, и то платье вам дать, но померить уже все равно будем видеть. Красное? Нет. Белое с рукавом. Белое. Оно красиво садится. Не хочешь? Нет. Ну, вот на носочек так просто там уж и встань. Нет. То лучше. Намного. Она тоже себя чувствует хорошо. Не, она хорошо. Померьте еще раз. Давайте померим, пожалуйста. Девушка была права. Там единственная кнопочка можно сделать. Да, цвет, конечно, красный твой. Однозначно. Такой разрез. А, кстати, да, а что ты будешь делать с этим носителем? Ну, я думаю, чуть как-то его, не знаю, или кнопочку. Да, можно вот кнопочку вверху сделать, но там будет стоить. Там кнопочку, там кнопочку. Что-то делать. Как оно будет. Не понятно. Да, двое детей просто будут бегать. На свадьбе, то как бы... Ее. Да. А, вау? Ну да, то как бы за двумя детьми маленькими поднять, наклонить, сесть. Не очень удобно, да. Надо кнопочки однозначно. Ты тоже садись, я уже все видела. Очень красиво давайте. Ну, такое платье можно и одеть и под кроссовки. После сквотов, да. И под кроссовки, и на клуб можно куда-то убить. А то платье я не всегда... А на клуб же ж ходим каждый день. А то хочется. Уже сколько, пять лет не было? Ну, это повлотнее, чем... А туфли такого цвета? Они у тебя замшивают? Да, замшивают. Плюс-минус. Не могу сказать. Вот именно в оттенках краски, но я не разбираю. Почему? Почему вот это красный? Что-то не достигается. Да, классная. Вообще супер смотрится вот под этот прикид. То, что надо. А сколько она стоит? Тысячу. Ага, тысячи. Какая мелочь. Я наконец-то нашла пленку на свой уникальный, единственный в мире телефон. Потому что я все черкассы обошла, не могла найти на него пленку. Все говорили, только стекло, только стекло. Сколько стоит? 600 гривен? Говорю, не хочу стекло. Давайте мне пленку. Нет пленки? Я уже здесь в позу стал правильный. А, все понятно. В позу стал правильный, можно снимать. Вот, этот милый молодой человек играется с моим телефоном уже минут 10 или 15. И я надеюсь, что теперь он будет очень красивый, мой телефон. Потому что последние где-то недели три я уже не могу его в руки брать. Они реально такой покоцанный. Я видео смотрю, а там все лицо у меня в каких-то этих, ну, вот этих царапинках. Ура! Теперь у меня самый красивый в мире телефончик. Включайся. А, он выключен. И нам тут еще подарочек предлагают. Просто брать любой? А, а что это такое вообще? Самолетик. Тут все одинаковые? Все разные? О, это так сложно теперь выбрать. Их так много. Вот тут что написано? Люди-идиоты. Нет, неправда. Люди хорошие. Не знаю, что это. Блин, как сложно. Все. Мы теперь тут надолго. Вика, выбирай. Да, я помогу. Мне нравятся люди-идиоты внешне. Давайте. А можно сфоткаться? Можно сфоткаться? Можно. Давайте, сфоткайтесь. Короче, ребята, кто хочет сделать классно себе пленочку на телефон. Тихо-ежик. Такое классное название, а не смешное. Ребята в Дримтауне. Это первый Дримтаун? В первом Дримтауне. Приходите. Нам очень понравилось обслуживание. Так, все. Мы уже идем кушать. Это, кстати, эта штука возле этого кафе находится. Я вот сейчас в легком шоке. Посмотрите на цену. 1400 ривен. Оно тяжелое очень. А у меня такое же зеркало, у Маши было. Она его очень любила. Оно у нее все сломалось. За 200 гривен покупало. Но оно легкое. Я думала, что такое же. Внешне один в один просто. Я потом поняла, что, наверное, оно из чего-то сделано. Выходим? Да. Как раз. Мы зашли в Кузату-Хату. Я взяла виточек, картошку и салатик. Жду Вику. Она никак себе не определится, что будет. Говорит, я тебя еще. Я втыканула в телефон, читаю комментарии. И забыла, что я тебя хотела помахать рукой. Ты забыла сказать, что ты со мной? Нет, я сказала, что я с тобой. Я тебя ждала, ждала, а потом втыканула в телефон. И все. И забыла тебя встретить. Смотри, как красиво. Ух ты. На большой тарелке. А, ну не зря она выбирала так долго. На большой тарелке. Эстет наш. Один сырник. Один сырник. Рыбка в этом. Я такого и не видела. Какой-то салат, компот. Ну, у меня все. Классика жанра. Подобно все. Тут такой свет, что по-другому снимать не могу. Снимала свет. Я сама люблю эти все. Вика любит детские отделы. Да, прикольно. Я сама подошла сразу. Нет, не к этому. Где? Где эти домики? Вот эти мне понравились домики. Смотрите, домики с колечками. Замок целый. Я люблю, когда функциональные. И коробочки красивые. И колечки помоются. Вика, хочешь с единорожком стаканчик? Смотри, какой. Мне не нравится, что если трубочка теряется, и потом куда этот стаканчик? А что, пробочку открыла? Крышечку открыла? Если бы она где-то была закрывалась, была бы классная. Ух ты, блин, какая. Миленько. Очень миленько, правда? Классно. Классно. Я хочу в детство, походу. Мы сейчас тут в легком шоке. Вот эти часы стоят 1295 гривен. И мы решили подойти на кассу и уточнить, может быть, это что-то не так с ценой. Ну, просто невероятно. Это 195 гривен, да, но тысяча. Прогулялись с Викой и решили посидеть на лавочке, еще потрындеть, не наговорились. Давно не виделись, да? Мы вообще давно очень не виделись. С пожара. С пожара. Да. Купили орешков. Смотрите, такие орехи классные. Вы такие видели? Пик, как кто-то так называл. Пекан. Ой, они в скорлупе. Сейчас я буду чистить. Исташки купить. Бежать. Да. А Вика тоже что-то себе купила? Я себе купила. Ананасики люблю и кокосики. Не знаю, видно, не видно. Ананасики и кокосики, смотрите. Они похожи на грецкие. Я их обожаю. А где ты их ела? Я их ела от трюк-дюк. Ой, они жареные, что ли? Нет, они такие и есть. Они такого цвета? Да, они такого цвета. Я когда была беременной Алисой, на третьем месяце поехали в Киргизию. У меня там бабушка живет. А я родная. Вот так он выглядит. Меня снимай. Моя реакция. Первый раз я так говорю. Он необычный. Сладковатый привкус. И очень такой, как легкий. Мне кажется, он жареный. Ну, похож на жареный, да. Жареный мне непонятный вкус. Ну, да. Он чуть соленоватый. Куда попробую? Такой или нет? Бери, бери. Бери, да, весь бери. Да, он жареный, но не похож на грецкий. Да, он сильно жареный. Интересно было бы его с сырым попробовать. А что он соленый? Он еще подсоленный, что ли? Нет, он такой есть. Да? Ну, просто жареный и чуть пережаренный. Он соленосладкий, я не пойму. Он немножко пережаренный. Вот тут, если бы там на развес брала, то... Да, они тоже там такого цвета. Я потому и хотела в Шарлупе, потому что думала, что наверняка там жареные, а это сырые. Нет, тоже жаренные. Нет, там вилла два оттенка были. Да? Угу. Ну, без уделения, по-моему, зарплаты, а ввес. Ну, все. Пока. А это просто для красоты. Потому что солнышко последнее такое. Заходит за морж. Видео снимаешь? Да. Я думала, ты... Ты думала, я фотографирую? Да. Я фотографирую только на телефон. Нет, подожди. Ты за меня скажешь. Давай. Да, я тут с этой рукой как здрасте у тебя в кайф. Так, под мышку. Короче, решаем, придумываем, где Вике отметить день рождения. У нее скоро день рождения, и мы ищем варианты. Расскажем вам немножко, как мы проводим время. Мы тут с Викторией сидим на берегу Днепра. Озеро, вернее. Впереди озеро, луна почти полная. Мы в креслах сидим и в пледиках. Душевно разговариваем. Так классно! Супер! Вот так это выглядит. У нас прекрасный вид и очень хорошее настроение. Чего и вам желаем! Душевно разговариваем. Подписывайся на канал ВВиктория!